Самое первое и простое, что надо знать, человек должен учиться во время этого ретрита не двигаться. Не двигаться, это очень важно, потому что неподвижное положение тела во много раз увеличивает концентрацию во время молитвы и даёт возможность человеку реально побеждать судьбу, потому что само по себе неподвижное положение тела очень сильно сочетается с процессом принятия судьбы. Для того, чтобы судьбу побеждать, надо её сначала выдержать ударом, потому что она сшибает с ног человека и первое, что с человеком возникает у него в сердце, понимание, что кто-то виноват в его жизни, кто-то его не любит и вот такое, понимаете, возникает чувство, что кто-то виноват, его не любит или плохо делает по отношению к нему. Вот судьба так сшибает нас с ног. Но когда человек не двигается, неподвижное положение тела делает, стоит или сидит в неподвижном положении тела, то в это время у него увеличивается способность принять судьбу. Понимаете? Потому что неподвижное положение тела само по себе, оно имеет дело с энергией знаний. Вот есть энергия воли, допустим, да? Энергия воли движется в человеке, когда человек идёт. Поэтому мы когда бегаем, мы волевые функции улучшаем. Вот мы сегодня побежали на свежем воздухе, и некоторые из нас начинали кричать, радоваться. А-а-а, я их останавливаю, успокойтесь, давайте тихонько бежать. Некоторые говорят, а-а-а-а, такие как бы, вот. Воля укрепляет, усиливается воля у человека, когда он бежит. А когда человек соприкасается с водой, у него усиливается спокойствие. Внутренняя глубочайшая тишина такая. Кто сегодня в проруби сидел, поднимите? Спокойствие почувствовали? Такое, вау, спокойствие, тишина такая, благодать Божия такая внутри. Вот эта вот вода так действует, она увеличивает энергию знания. И когда человек не двигается, у него вот энергия воды начинает двигаться. Энергия, не сама вода, а энергия воды. Начинает двигаться в организме и даёт возможность человеку постигать истину. Молитва означает постижение истины, означает знание, означает память о Боге. И поэтому так важно не двигаться, мои дорогие друзья. Когда человек куда-то идёт, он не может так сильно молиться. Никогда человек, двигающийся, не может так сильно молиться, как тот, который застыл в одном положении тела. У нас есть уже два молодых человека, они всегда выходят сами показывать. Первое положение тела, стоя возле стеночки, то есть мы встаём в стеночки, ноги отодвигаются от стеночки, спина прислоняется к стеночке. Вот, и мы вот так вот стоим, вот так отодвинуто, да. Можно не обязательно так сильно прямо, ну даже хотя бы так, да. Вот. Вот это положение тела самое опасное. Оно может привести к гибели. Как это происходит? У человека, ну до блока доходит, в аскезе, да. И этот блок, допустим, если находится на третьем психическом слое, это где-то примерно после 26 минут, от 26 до 39, это имеет место сосуды, связанное с сосудами. Резко падает давление. Человек даже не замечает, что произошло, падает вперёд лицом. Вот так. И не дай Бог, он падает виском об стул, там или об пол, и мгновенная смерть. Понимаете? Поэтому это положение тела могут делать только те, кто уже много раз это делал. Поднимите руку, кто вот у вас много делал, кто любит стоя стоять, у вас вы никогда не падаете. Вот все, кто подняли руки, могут стоять, все остальные запрещено. Вот, потому что это опасно. Это положение тела, когда вы делаете, может возникнуть ощущение, даже если вы много раз делали такое ощущение, что вам невозможно стоять, такое может быть приходит плохая судьба, она формирует блок какой-то, и вам очень трудно, вам тяжело стоять. Тогда вы присаживайтесь чуть-чуть на 20 секунд вниз, вот так раз, вдоль стеночки сползли, вот так вот. И через 20 секунд опять поднимается. Вы не прерываете статическое положение, просто аскеза становится чуть-чуть слабее. Но чистка вот дальше, глубина чистки продолжается, все, процесс идет, все нормально. Больше 20 секунд уже сомнительно, а до 20 секунд нормально. Вот, можно 2-3 раза так сделать, даже когда вы стоите. И также любое другое упражнение. Статическое. Если вы почувствовали, что что-то кружится, голова там, плохо стало, даже если вы много делаете, сразу опять присели и все, без всяких разговоров. Если же становится сильно плохо, то просто сползайте по стенке. Вот уж чувствует, что падаете, то не падайте, не ждите, когда вам лучше станет, а сразу сползайте по стенке вниз. Все, показывать это не надо, все нормально. Значит, вот стоим возле стеночки. Стоять не возле стеночки я запрещаю, вот только возле стеночки. Если вы посреди зала стоите, я не разрешаю. Все, только возле стены. В проходах тоже нельзя стоять, вот там места вот эти вот, да, не занимать, потому что там воздух идёт. И откройте вторую дверь тоже, пускай воздух через неё тоже идёт. Полностью откройте. Все двери должны быть открыты. Следующее положение тела, стоя на коленях, показывайте боком. Итак, положение стоя даёт возможность сильнее всего принять удар судьбы. Но делают только те, это самое трудное положение тела, делают только тот тренирован. Вот положение стоя уже углубляется. Вот если вы приняли удар судьбы, вы можете, ну, допустим, жена, если вас беспокоит, вы можете привыкнуть к ней и вообще не беспокоиться, не раздражаться на её поведение. Это делает положение стоя. Она вырабатывает смирение и принятие судьбы. Вот это положение стоя. Если вы, можно два варианта, можно стопы под себя подгибать, это полегче так делать, и можно их вытягивать, это потяжелее. Если в этом положении вы почувствовали, всё затекает, немеет, плохо, вы не можете уже думать о молитве, а думайте только о своём теле, то вы нагибаетесь вперёд, на ручке облокачиваетесь, вот так вот. Находитесь в этом положении 20 секунд и опять назад. Всё, с этим положением тела разобрались. Все положения тела делаются 65 минут без изменения положения тела. Если вы изменили, значит, у вас чистка началась заново, молитва началась заново. Вы, значит, потеряли возможность двигаться глубже, решать глубже свои вопросы. Следующее положение тела. Мы садимся с колен вниз, называется поза алмаза. Это положение тела является одним из основных для побед над судьбой. Оно очень тяжело исполнимо. Так сидеть непросто. Только для тренированных людей. Положение поза алмаза, в буквальном смысле слова, выдавливает плохую судьбу из вашей жизни. Вот если плохая судьба совершает насилие, вам пришли в гости налоговые, пришли в гости рэки, рэки там всякие, еще как-то что-нибудь такое, поза алмаза. И они не могут с вами ничего сделать. То есть вы не даете им. Или у мужа появилась телка. Сразу поза алмаза. Или у жены телок появился. Вот. Сразу поза алмаза. Понятно? Два варианта есть. Ноги под себя подгибаем, это легче. Ноги вытягиваем, это тяжелее. Еще есть один вариант. Вот я использовал этот вариант, когда у меня лекция была другая. Поза алмаза сделал. Я подложил подушечку под попу. И между попой и подушечкой. И вот так. Оп. Была дистанция. Вот так тоже легче делать. Можно вот так делать. Тогда уж точно вы сидите. Если после алмаза перегружаетесь, то можно так же покошачьи встать на 10-20 секунд. и потом опять назад. Если вы моргнули, или почесали глаз, или, не дай Бог, еще перекрестились, тогда все. Все, аскеза закончена, все, пропало. Шутка. Вот руками, может, что хочешь, креститься там, чесать глаз, может, ну, не надо постоянно вот так сидеть. Ну, если там вы креститесь, ничего страшного. Главное, чтобы корпус не двигался. Понятно? Моргать можно. Все. Вот. А очень многие не имеют в этом положении. Значит, не надо в нем сидеть. Правило номер один. Сидим в том положении тела, которое легче всего выдержать. Запомнили? Потому что сейчас на этом ретрике, даже если вам что-то легко выдержать, вы будете выдерживать с трудом, потому что энергетика зала будет очень сильная и тяжелая. И вас будет по-любому перегружать, а тем более вот в этом неподвижном положении тела. Да? Я, конечно, прилично заметил, что кожа там, если тонкая спереди, можно подложить тоже подушку и дольше просить. Да, да, да. И очень хорошее замечание, что под ноги тоже надо мягкое что-то подкладывать, и тогда будет в позе алмаза легче возможность долго сидеть. Можно под ноги подложить и еще под попу подложить. И тогда будет классно. Если еще сидеть к стеночке и вот так на ней облокотиться, еще легче будет. И в любом положении тела можно облокощаться на стеночку, это тоже облегчает. Вот. Девушки молодые могут, допустим, сидеть на стульчике на своем. Есть такое положение тела, которое на стульчике получается. Это называется скрученная поза. Сейчас они вам покажут. Одну ножку под себя подгибаем, другую ножку вот так вот. Вот девушка молодая, худенькая, вот она легко на стульчике вот так села. Все. Комфортненько, да, сидеть так на стульчике. Все, вот так можете оставаться потом. Сейчас не обязательно. А на спинку при этом можно? Можно, да, облокачиваться, облокотились, все идет чистка, нормальная концентрация, внимание хорошее, все. Это облегченная, скрученная поза, на спинку облокотились, и отлично, все комфортно, сидите на своем кресле, никуда не бегайте, все супер. И вот так можно еще сделать, ну так уже сложнее, да. Ну, то есть, нога немножечко по-другому как бы ложится, но это уже сложнее, намного сложнее. Это надо, чтобы ноги гибкие были. Все. Скрученная поза предназначена для того, чтобы отвлечься от проблемы. Она дает возможность вам не погружаться в проблему. Если вы постоянно висите в проблеме, вот скрученная поза хорошо помогает. И она также помогает, чтобы вас не замечали. Если вас все задолбали вокруг, все что-то от вас хотят, вы в скрученной позе посидели, и вас никто не замечает. Ну, уже полным женщинам уже сложно это делать. Это худеньким молодым девушкам. Или молодым парням худеньким, на ступчике может быть. Ладно. Следующее положение тела — полулотос. Это уже на полу делается. Оно тоже не такое сложное. Его делать не сложно. В целом. Вот. Одна нога сверху, другая снизу. Если правая нога сверху, то тогда лечатся воли, волевые функции. Если левая нога сверху, лечатся мысли, эмоции. Ну, некоторые молодые девушки, наверное, даже на кресле смогут сделать полулотос. Попробуйте сделать. Вот одну ногу на другую положить. У вас получится. О, на кресле, да, получается? Ну, вот если совсем худенькая девушка, невысокая, то ей легко даже. Полулотос даже на стуле вообще без проблем. Ногу не менять. Вот одну положили, так 65 минут. Сменили ногу, заново чистка началась. А когда слабить? Ослабить по-турецки сели на 20 секунд, потом опять. Приподнять ногу можно. Или по-турецки сесть. Все. Значит, следующее положение тела, тоже простое, но уже на стуле не сделаешь, называется поза бабочки. Стопы вместе, колени врозь, вот. Есть бабочка поближе, ноги есть, можно подальше. Вот стопы вместе, колени врозь. Я бабочки буду сидеть на стуле, на своем. Что у меня нет спины по бокам, а у вас есть. А расслабить как бабочка? Расслабить по-турецки сел, а потом опять бабочка. Положение тела бабочка дает возможность человеку гармонизироваться с окружающим миром и расслабить свою психику. Это самое расслабляющее положение тела. А гармония, расслабление, покой наступает от этого положения. Если всех задолбали, или вас все задолбали. О, забабочки. Все, мои хорошие, тогда, а? Лотос, не надо показывать, они, не, куда побежали, я еще на стройку не сдал, что? Назад, все назад, все назад, все. Я же не сказал, на старт внимания мальч, у нас есть. Блин, опять они встали, все, прилипли к стенке. Все назад, но люди беспокоятся, давайте назад садись, я не буду продолжать, ничего, пока вы не сядете. Давление повышает стоя, давление повышает алмаз, все остальные, или понижают, или не влияют. Но стоя может и понижать давление, просто влияет на давление. Все сидим и слушаем на стройку. Значит, вот все самые упёртые, да вам персональное предложение сесть. Потому что если один человек встал, все остальные тоже хотят. Не соблазняйте никого. Всё. Дальше поехали. Следующее, это к положению пальцев. Кто из вас в прошлый раз пробовал положение пальцев? Почувствовали эффект? Как помогает? Это очень сильно работает с мыслями. С мыслями. Большой палец – это я. Указательный – это моя воля. Вот такое положение тела означает, что я пробиваю судьбу. Чаще всего люди вот так делают. Большой палец плюс средний означает сила. Вот если вы устали, вот если вы устали, там с работы пришли, сил нет, там слабость сильно, тяжело. Большой палец со средним. Я буду большой со средним, потому что на вас, на всех нужна сила. Вас много, я один. Я всегда со средним, чтобы выдержать нагрузку. Большой палец с безымянным – это означает уверенность. Кто чувствует, что что-то непонятно, я не знаю, получится или нет, такое неуверенность сильно. Поднимите руку. Вот так надо делать. И сразу раз – уверенность. Большой с безымянным – так соединили, и всё – уверенность. Если вы чувствуете мысли, путаются, и произношение вам не нравится ваше, тогда большое с мизинцем. Если хотите сразу воля и работоспособность, тогда вот эти два уже тут у нас комбинации, два варианта крещения получается. Вот такой один вариант. И второй вариант – это уверенность с концентрацией вместе. Вот такой вариант. Всё. Понятно? Другие мудрые делать не надо. Вот так вот, по-всякому. Есть мудра власти. Это средний с безымянным соединяется, и средний с большим соединяется, и безымянный подносится, и вот так два пальца вверх. Только Бог может делать. У Будды есть такая мудра, называется мудра власть. Все, кто вот так делают, это не санкционирует. Понятно, да? Вот так можно ещё делать. Если вы всех задолбали дома, то вот так. Как эти суслики, да? Такие смиренные, щёки полные. Господи, Господи, дай мне, пожалуйста, тонкую талию, толстый кошелёк, только смотри, не перепутай. Молитва суслика такая. Вот так можно делать. Это хорошее мудро тоже. Всё, можно идти. Я говорю, погодите, я же сказал им только, вы чё? Чё с вами происходит вообще? Чё вы дёргаетесь такие? Я же не сказал, что вы все. Я настройку ещё не дал. Назад садитесь все. Что же такое-то, а? Сегодня их вообще чё-то все дёрганы какие-то. Так, сейчас изучаем, как молиться. У нас есть такая мантра, называется «На старт, внимание, манч». И когда я это скажу, тогда можно бежать. А сейчас пока ещё не сказал. Вообще. Страшное дело. Итак, смотрите. Сама молитва Аллилуйя состоит из двух половинок. Первая половинка Аллилу, то есть она не то, что так состоит, это мы так просто читаем, чтобы было удобнее концентрироваться. Первый слог Аллилу, мы очень сильно всасываем в себя настроение тех, кто молится. фактически соединяемся с этим настроением и кушаем его в своё сознание. Понятно? Слово «кушать» очень похоже на то, что действительно работает. Я прямо ем настроение тех, кто молится. Вот, допустим, я слушаю. Я прямо в этот звук погружаюсь, и прямо вот как они настроены, я соединяюсь, 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 соединяюсь. Потому что в настроении находится Бог. Вот, допустим, когда я повторяю «Алеся! Алеся!» Песня такая есть. Вот. Это где Олеся находится? Она находится в настроении, да? Понимаете? Вот он такой со скорпиус, такой с плачем, такой, «Как птицы летят!» Вот. Понимаете? То есть он любит, да, Олесю? И он именно, где любовь находится? Находится в его вот этой скорби, плачем, настроении. Также человек, когда повторяет молитву, «Блин, да что с вами происходит? Все сядьте и успокойтесь. Дайте мне настройку сделать. Ни одного движения вообще. Что за курятник создали?» Никто здесь не разговаривает. Я настройку даю. Все уходят, все. Хватит это движение все осуществлять. Уже ругаюсь, видите? Вот. То есть вот это вот настроение, «Алеся!» Когда человек сильно слушает, вот смотрите, они тоже, у них тоже есть там настроение, когда они поют. И когда ты вот своим звуком, своим звуком это настроение копируешь, тогда ты чувствуешь Бога в этот момент. Понятно? Потому что Он находится в настроении тех, кто молится. Если вы этого не сделаете, то тогда второго у вас не получится, потому что второе — это надо благодарить за то, что произошло. Дальше мы Бога благодарим, что Он появился в моей жизни. Мы благодарим за все, что в жизни происходит, потому что есть два состояния в целом сознания. Одно дает милость человеку в жизни, а другое дает только геморрой. И когда вы просто думаете о своей жизни, думаете, «Все хреново, все, блин, что за жизнь вообще, все плохо как-то, с 19-го года одна хрень». Вот. Когда вы вот так думаете, то вы углубляете свою жизнь. Сейчас нельзя ничего делать, не надо, пожалуйста. Пожалуйста, не надо. Они все отвлекаются на вас. Сегодня необычный день какой-то. И всех разгоняют постоянно. Они опять там собрались уже. Вот. Итак, когда человек благодарит Бога, блин, хотя бы за что-то, вот просто, что я живой, что спасибо, что ракета в мой дом не прилетела, что я от пандемии не помер. Просто благодарить, понимаете, Бога. Когда человек благодарит Бога, то в этот момент, в этот момент, он получает милость. Поэтому на звуке «Я» ну вся эта фраза «Аллилуйя» означает «благодарность», понимаете? «Я должен». «Я» означает «спасибо». Вот со всей силы, понимаете, и победить себе вот эту гнусилу, вот эту победить себе. «Я» это очень, очень решительный звук. Решительный звук. Звук благодарности, в который включается милость. Нет благодарности, нет милости. Ну представьте, вы на операционном столе лежите, и последние ваши слова перед операцией на хирургу. «Вы все над козлой!» Нормально вам сделать операцию или нет? Он будет стараться, но у него не будет получаться, потому что нет милости. А если вы, последние ваши слова на операционном столе, «Спасибо вам, врачи!» и потом наркоз. Будет милость или нет? Обязательно. Решитель длится 65 минут. За это время вы проходите пять психических слоев и пять разных стадий побед над судьбой. Первое — это победа над вашим контактом с внешним миром. Первые 13 минут. Потом в следующие 13 минут — победа над вашими эмоциями. Потом в следующие 13 минут — победа над вашими мыслями. В следующие 13 минут — победа над вашим настроением. И последние 13 минут — победа над глубокими процессами вашей судьбы. Понятно? И каждый раз надо пройти весь этот путь, все 65 минут. В конце, когда вы пройдёте этот путь, когда всё закончится, я скажу, расслабьтесь, сядьте, лягьте и слушайте музыку. В это время происходит усвоение ваших материалов. Нельзя разговаривать, нельзя отвлекаться, просто сесть, лечь там, и вот просто послушать музыку для того, чтобы снять с себя это напряжение, чтобы выйти из процесса очень сильной такой работы над собой. Во время ретрита надо выкладываться по полной. Но если вы болеете, у вас плохое самочувствие, пожалейте себя. Если вам становится плохо, сразу нужно расслабиться, выйти из положения аскезы и просто снять с себя напряжение, но не выходить из зала. Надо пробить блок, потому что если вы пойдёте, вы выйдете из энергетики, и уже лечения не будет. Надо расслабиться, и потом, если лучше стало, можно продолжить. Если лучше не становится совсем, тогда уже можно там выйти, может быть, вам понадобится врач, там, я не знаю, но лучше всего до этого не наводить. Поэтому не перенапрягайтесь. Старайтесь всё аккуратно, благостно. Теперь голос, как звук не должен быть надрывным. Вот этого не надо. Звук не должен быть эмоциональным. Аллилуйя, аллилуйя. Вот этого не надо. Звук не должен быть сердечным. Аллилуйя, аллилуйя. Звук должен быть спокойным, глубоким и сильно слушательным. Нужно сильно именно на слушание настраиваться. Теперь, если вдруг вы почувствовали ангелов, или ауры у всех людей, или что Олег Геннадьевич взлетает над стулом, что бы вы ни почувствовали, не обращайте на это внимания. Понятно? Вы выйдете из процесса молитвы. Слушаем, отдаём. Слушаем, отдаём. Слушаем, отдаём. Всё, вот всё, что надо делать. Больше ни на что не отвлекайтесь. Если лезут мысли вам в голову, значит, эта судьба мешает вам. Судьба состоит из мыслей. Судьба мешает вам молиться. И надо с ней сражаться. Не отвлекаться на свою жизнь. Не отвлекаться на свои мысли. Пошли мысли, значит, судьба не даёт вам молиться. Когда вы будете в процессе вот этой молитвы, милость будет спускаться на баку, помогать всем вашим близким. Перед началом молитвы надо сказать две вещи в своём сердце. Первое. Кому вы хотите помочь? И второе. Господь, я также хочу то, что ты хочешь. Отчего сейчас больше всего хочет Господь на земле? Мира. Поэтому сказать, Господь, я, вот когда мы вкладываемся, Он может действовать, когда мы хотим, только по нашему желанию. Мы говорим, я также хочу мира, чтобы перестали убивать людей. Не важно каких, русских, украинцев, американцев, там, всех, чтобы перестали убивать, чтобы все договорились, правители, чтобы наступил мир. Понимаете? Мы хотим, чтобы кровь человеческая больше не велась. Всё. Мы хотим мира на земле. Всё. Там, на чьей стороне вы настроены, это ваше дело. Вот у меня сейчас на ретрите сидят с Украины люди, с Европы, с Белоруссии, с Америки. Там у нас просто вот куча народу в онлайне. Вот. И все они хотят одного — мира. И они все объединились вот в этом процессе, понимаете? Поэтому, пожалуйста, то, что Бог хочет через всех людей одновременно, давайте будем этого хотеть. Просто, чтобы всё наступил мир. И плюс, скажите перед началом ретрита, чего вы хотите, чтобы было. Хотите, чтобы бабушке помогло, вам помогло, детям помогло. Скажите, не стесняйтесь, нет, в этом не правда. Но весь ретрит, об этом больше не думайте. Если вы об этом вспоминаете, значит, вы не доверяете Богу. Вы сказали и забыли. Если вы начинаете, а то она помогает или нет. Значит, вы контролируете процесс, значит, не доверяйте Богу. Сказали и забыли, славьте Его, и всё. Дальше Он будет действовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok